Капище, святилище или идолище, это такое место религиозное, место для вертуприношения, церемоний и обрядов. Мы, конечно, капище по прямому назначению не используем, мы там пока никого не приносим. И образы богов имен предпочитаем не давать, боги все-таки у всех были свои. За домиком у нас лодочный навес с действующими шхерными ладьями. Когда открыта навигация, они у нас ходят, о них даже можно покататься в рамках программы «Туризм. Погружение». Собственно, более подробная информация в нашей группе ВКонтакте, раздел «Услуги». Дальше. Дружинный дом. Домик построен в северной традиции, конкретно в скандинавской традиции тысячелетней давности. Внутри экспозиция оружия обмундирования. Я вас сейчас туда отправлю, после того, как мы познакомимся с музеем. Мастер-класс, собственно, по обучению конных воинов-подростков для последующего внедрения, непосредственно в какие-то открытые конфронтации у нас здесь. Деревянный конь, пикой из которого нужно поражать щит. То есть, если интересно, опять же, можно это попробовать. Собственно, ну, это за денежку мало. Корчмайли, таверна, ухаглин, твень, шашлык, черно-зеленый чай, кофе, пирожки, блины. Там у нас удовлетворяют гастрономические нужды. Имеются потешные бои, и это бесплатно. То есть, если вдруг у вас проснется дух воина, можно склеснуться с нашим воином в поединке. Рядышком у нас располагается кузница, действующий практикующий кузнец. Познакомиться, пообщаться с ним бесплатно. Естественно, задать любые вопросы, осмотреть рабочее место, все можно. За отдельную плату мастер-класса. Собственно, ручно выковать памятные сувениры, чекать монетку на удачу. Угловой навес – это тир. В тире у нас, собственно, тоже мастер-класс по стрельбе. Можно пострелять из лука, из арбалета, пометать топоры и копья. Здесь у нас, ну, собственно, вот где бревна положены и горит огонь, здесь у нас как раз-таки раздают бесплатные напитки. Поэтому вот ваш билетик можно как раз-таки обменять на один стакан алкогольного или безалкогольного. Это куда заходить? Вот туда? А вот у нас два мужчины там работают, два сотрудника, да, дрова колят. Вот, собственно, к ним обращаться. Ага, хорошо. Медовый зал или Ярлсхейм – это дом Ярла, дом местного правителя. Дом пировальный, красивый и богатый. Там можно познакомиться с пировальной культурой, с внутренним убранством богатых домов. В дальней части дома у нас мастер-классы еще проводятся. Это каллиграфия и это, собственно, историчный процесс нанесения набойки на ткань. Кроме того, там же фотозона есть, где можно фотографироваться в средневековой одежде. Также включена стоимость ваших билетов, вашего билета. Подняться на сторожевые башни, прогуляться вдоль крепостных стен. Фото и видео, само собой, у нас без ограничений. Работаем до 7 вечера. Прекрасно. Проходите в дружину, там сейчас рассказывают. Угу.